Битва экстрасенсов. Настало время для очередной порции критики этого популярного телешоу. И говоря слово телешоу, я подразумеваю, что данная передача не предполагает объективную, честную проверку людей, которые утверждают, что у них есть сверхспособности. А значит и нет разумных оснований считать, что здесь имеет место быть что-то действительно паранормальное, необъяснимое. Сегодня я, пожалуй, продолжу обосновывать эту точку зрения, разоблачив новые обманы и ошибки битвы экстрасенсов. Поехали! В прошлом видео я попросил неравнодушных граждан присылать мне найденные в передаче ляпы, несостыковки, которые указывали бы на то, что зрители пытаются ввести в заблуждение. И я очень рад, что внимательные люди нашлись и откликнулись. Спасибо вам большое! Вот одно из присланных. Эту наводку дал Дмитрий Ярый. 15 сезон, 3 выпуск. На съемки передачи пригласили женщину, которая не то одержима бесами, не то злым духом, не то просто психически нездорова. И экстрасенсам предлагается выяснить, что с ней. Сначала показывают, как к этой жительнице Орловской области приезжает съемочная группа, и во время записи интервью на камеру с ней как раз случается неконтролируемый приступ. Ну, прям как будто заказывали. Ее трясет, она начинает кричать, рычать, мотать головой. В общем, пора вызывать экзорцистов. Но вот вопрос, такой ли это неконтролируемый приступ? Пока с ней это происходит, она может говорить. Причем довольно-таки внятно и сознательно. Девушка просит, чтобы ее вывели на улицу и позвонили сестре. Ее выводит, и она успокаивается. Приезжает сестра, и с одержимой случается новый приступ, еще более мощный. Но мы опять видим, что девушка частично может контролировать свои действия, что особенно заметно в следующем моменте. Когда сестра пытается уложить героиню на диван, та самостоятельно довольно четким движением поправляет свою случайно задранную майку. Что подозрительно. Это, конечно, можно списать на то, что героиня все-таки частично может сдерживать свой приступ. И само по себе это не доказывает, что девушка притворяется. Но есть еще пара моментов в сюжете, которые вызывают вопросы. Например, когда берут интервью у двух односельчан, они говорят, что не могли удержать девушку и впятером во время приступа. Что, мол, она тогда начинает обладать нечеловеческой силой и может даже подбросить взрослого мужчину. Однако в самый пик приступа, который мы видим на экране, участник съемочной группы вполне справляется и в одиночку, удерживая руки бесноватой. Таким образом, рассказы о нечеловеческой силе одержимой не подтверждаются ничем, кроме свидетельств пары очевидцев. Было бы неплохо предоставить видеоматериалы в качестве доказательства. Может, этот мужчина, который держал ее перед камерой, просто не знал, что ему надо было подлетать. Также с этой историей не очень стыкуется то, что девушка с такими внезапными проявлениями может работать в полиции. А это мы знаем из письма родной сестры в редакцию передачи «Битвы экстрасенсов». Это вызывает подозрения. Вообще, существуют ли какие-то медицинские документы, заключения врачей, которые могли бы подтвердить это состояние? Что действительно девушка к ним обращалась, что наблюдалась, что было дано какое-нибудь направление или назначено лечение? В передаче говорится, что ее водили по врачам, но никаким образом это не подтверждается, кроме как рассказами. Я на основе всех этих подозрений, конечно, не могу с точностью утверждать, что мы имеем дело с притворством или выдумками. Но на основе представленных свидетельств нельзя сказать, что все это не постановка и не обман. Устные свидетельства очевидцев, членов семьи, истории из прошлого, как и сами приступы, могут легко оказаться подделкой. Ведь известно, на что иногда люди идут, лишь бы попасть в телевизор и получить свою минуту славы. Создатели передачи, судя по всему, не утруждали себя доскональной проверкой данной истории. Но ведь они заявляют, что это не просто шоу, а что это проверка паранормальных способностей экстрасенсов. Но если вы просите у экстрасенсов рассказать, что с девушкой такое происходит, сначала нужно убедиться, что с ней действительно это происходит. А это наверняка сказать нельзя, если история полна пробелов и вызывает вопросы с подозрениями. В таком случае, ваша проверка экстрасенсов теряет смысл. И заявление, что это не просто шоу, становится неправдой. Даже несмотря на честные глаза ведущего Марата Башарова в начале передачи, заявившего следующее. Сейчас вы видите точную цитату. Итак, в чем здесь ошибка? Не было представлено убедительных доказательств, что история одержимой правдива и что она действительно имеет такой недуг. На основании же представленных свидетельств невозможно точно сказать, реально ли ее приступы или она притворяется. Такая неясность вносит элемент неопределенности в результат испытания. И поэтому нельзя сделать выводы о том, действительно ли экстрасенс справился с поставленной задачей. Но допустим, что проблема реальна. Допустим, что это никакое не притворство. Может это какое-то психическое расстройство. И у нас, допустим, есть на руках медицинское заключение. Сделаем такое небольшое допущение. Задача же для экстрасенсов была объявлена. Определить, с какой проблемой обращается девушка. Вместо того, чтобы ответить на этот вопрос, экстрасенсу начинают делать и говорить что угодно, но не описывать проблему. Вот, например, Екатерина Борисова. Угадывает, что у девушки есть сын, и что он темноглазый, и вообще такой хорошенький. Ведущий испытание тут же почему-то забывает о первоначальном вопросе и задает новый. Сколько лет сыну. Тем самым подтверждая догадку испытуемой, что у героини есть сын. Молодец, ведущий. Ответив неверно на вопрос о возрасте, испытуемая начинает делать предположения, выдавая такие размытые фразы. Ваш сын почему-то часто грустит. Я чувствую, что вы боитесь. На что, кстати, наша героиня кивает, и это видно в кадре. И это неправильно, потому что так героиня подсказывает, что догадки ведут в верном направлении. Но никаких подсказок не должно быть в честной проверке. Еще одно утверждение. Вы боитесь за сына. А скажите мне, какая мать не боится за сына? Разве это конкретное утверждение? Героиня пришла сюда с необычной проблемой. А бояться за своего ребенка – это типичное для многих родителей состояние. Дальше экстрасенс начинает развивать тему, что жизнь героини полна страхов. При этом не говоря ничего конкретного. Да, героиня, возможно, часто испытывает страх, но можно ли сказать, что экстрасенс справился с задачей, сказав об этом? Нет. Это такое общее предположение. И так можно сказать о ком угодно. Я уверен, что на всяких сеансах у экстрасенсов они говорят примерно такими же общими фразами. И верующие люди, полагая, что это сказано специально про них, начинают верить, что экстрасенс действительно что-то угадывает. В данном случае участник не прошел испытание, но создается такое ложное впечатление, что человек вроде что-то там угадывает, а значит, наверное, экстрасенс. Но серьезная ошибка вовсе не в этом, а в том, как проводилось испытание. Проблема тут в самой схеме, когда героиня сидит непосредственно перед испытуемым и может говорить, отвечать, кивать, подавать неосознаваемые сигналы. Также тут есть молодец-ведущий, который, как мы убедились, может задавать наводящие вопросы. Можно ли назвать проверку честной, когда возможны такие или иного рода подсказки? Нет. И после всего этого кто-то заявляет, что тут проводятся действительно какие-то испытания экстрасенсорных способностей. Если такое утверждается, а это утверждается, то мы имеем дело с попыткой ввести зрителя в заблуждение, что и является обманом. Продолжение следует. В следующем видео откроют ли экстрасенсы подлинную тайну хаштымского карлика Алешеньки? Как узнать, что у тебя за спиной, если ты не экстрасенс? И прочее разоблачение обманов и ошибок телешоу «Битва экстрасенсов». Меня зовут Михаил Лидин. Не забывайте подписываться на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»!